АРХИС-24 Эпид-обстановка в регионе напряженная, а значит организация резервных госпиталей задача номер один. В Хабельском районе в ближайшие дни готовятся к открытию госпиталь для больных коронавирусом. Сказать, что плохое состояние, это ничего не сказать. Там без крыши, там ужас. Уютный, безопасный свой. В Карачаво-Черкесии продолжается реализация программы по переселению с ветхого жилья. В Кисловодске завершился ежегодный кубок Федерации независимых профсоюзов России по джип-спринту. Как всегда на первых ролях джипер из Карачаво-Черкесии. Сегодня глава Карачаво-Черкесии в режиме видеоконференц-связи принял участие в заседании Национального антитеррористического комитета, которое прошло под председательством директора ФСБ, руководителя НАК Александра Бортникова. Обсуждали реализацию утвержденного президентом России комплексного плана противодействия идеологии терроризма среди населения регионов Северного Кавказа. Органы гос- и муниципальные власти, силовые ведомства и правоохранительные структуры, общественности и духовенства республики объединяют свои усилия в борьбе со распространением радикальных идей и профилактики терроризма. В этой части в Карачаво-Черкесии ситуация остается стабильной, не допущено ни одного террористического акта. Ежегодно проводится целый ряд профилактических мероприятий, в том числе адресная работа с отдельными группами лиц, работа в сети интернет. Некоторые результаты работы и практики Карачаво-Черкесии по противодействию распространению экстремизма в ходе заседания НАК были отмечены как передовые. По итогам заседания был принят ряд решений, направленных на совершенствование деятельности по профилактике терроризма на территории СКФО. А на сегодняшний день в Карачаво-Черкесии подтвержден 81 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Такой показатель стабильно держится на уже протяжении 2-3 недель. 487 пациентов остаются во временных госпиталях, где получают лечение в полном объеме. Остальные проходят лечение в изоляции дома под наблюдением медиков. Всего в республике действуют 3 госпиталя для ковидных больных. Плюс инфекционное отделение правокубанской участковой больницы. Общее число коек 550. Все госпитали полностью обеспечены медперсоналом, оборудованием и необходимыми медикаментами. Как и в начале пандемии, значительная нагрузка ложится на самый большой госпиталь, расположенный на базе Черкесской горбольницы. Как обстоит ситуация с лечением пациентов сейчас, рассказала главный врач больницы Альбина Асланукова. Ситуация сейчас напряженная. То есть открываются все госпиталя, которые функционировали весной, летом. Плюс дополнительные госпиталя уже открыты в Джигуте. Сейчас ждем Хабейскую больницу, помощь от нее. Наша больница работает сейчас в максимально напряженном режиме. Так что надо, чтобы жители республики очень берегли друг друга, особенно лиц взрослого и пожилого возраста. То, о чем наши доктора мечтали годами, сейчас в республике есть. Что это? Это аппараты для определения газа в крови и кислотно-челочного состояния. То есть их не было в республике совсем недавно. Один только был на республику. Сейчас в каждом госпитале есть два-три. То есть эта аппаратура позволяет коррегировать параметры вентиляции пациента в зависимости от содержания кислорода, углекислого газа. У нас появилось очень много аппаратов для неинвазивной вентиляции легких. Они очень хорошо помогают этой ситуации. Сейчас по нашей просьбе Минздрав закупает большое количество аппаратов высокопоточной вентиляции. Потому что доказано, что обычные интубационные наркозы и вентиляции малоэффективны при текущей коронавирусной инфекции. Много появилось препаратов для антицитокиновой терапии. Но хотелось бы, конечно, чтобы мировая наука больше продвинулась в этом направлении. Есть перспективные направления. Это даже не антиковидная плазма, а уже выбранные из этой плазмы иммуноглобулины. Я думаю, что за этим тоже будущее. И у нас это и в стране, и в республике появится. Ну и очень надеюсь на вакцинацию. Тем временем в Хабиевском районе готовится к открытию еще один госпиталь для больных коронавирусной инфекцией. Рассчитано на 150 койко-мест. Подготовка уже на завершающем этапе. Как будет организован процесс лечения ковид-пациентов и когда запланировано открытие госпиталя, расскажет наш корреспондент Мадина Лайпанова. В первую волну коронавирусной инфекции на территории Хабиевского района не функционировал ковид-госпиталь. Но с резким всплеском новых случаев заболевания руководством республики было принято решение о его открытии на базе Центральной районной больницы. Анисат Хабсирокова работает старшей медсестрой в местной поликлинике уже больше 15 лет. И в начале пандемии стала одним из первых медиков, кто отправился спасать жизни в красную зону. Два месяца она работала в Северном госпитале Черкеска. И вот теперь, когда в родном районе планируется открыть свой госпиталь, Анисат, не задумываясь, записалась в число добровольцев. Про работа в Северном госпитале я увидела, насколько вообще тяжело и сложные ситуации бывают. Именно поэтому речь, когда это зашла о районном госпитале, я решила поработать в красной зоне. На сегодняшний день подготовительный этап к открытию госпиталя завершается. Проводится монтаж оборудования для снабжения кислорода. Уже выставлен газификатор объемом в 11 тонн. Совсем скоро будет установлен испаритель для жидкого кислорода. И тогда госпиталь сможет начать прием пациентов с ковид. На сегодняшний день в Карачао-Черкесии имеется достаточно большое количество ковидных коек. Помощь в плановом и в экстренном порядке оказывается достаточно активна. Поэтому независимо от того, что мы сейчас на стадии подготовки, и по Хабецкому району, да и по другим населенным пунктам Карачао-Черкесской республики, никому из тех, кому показана госпитализация, не отказывают. Однако, предполагая дальнейший рост заболеваемости, в обязательном порядке мы готовим данный ковидный госпиталь. В общей сложности данный госпиталь рассчитан на 150 койко-мест. 105 из них оборудованы кислородом. Лечение здесь смогут проходить не только жители района, но и всей республики. Решение о направлении сюда пациентов будет приниматься республиканским Минздравом. Людям кажется, что я с Черкесской, меня повезут в городскую больницу, меня туда положат. Нет, это не так. На сегодняшний день Министерство здравоохранения мониторирует ежечасно наличие коек свободных с кислородом, без кислорода, с аппаратами ВЛ, БЭЗ и так далее. И в зависимости от тяжести состояния больного принимается решение, куда везти этого больного. Что касается обеспеченности сотрудников средствами индивидуальной защиты, то в госпитале имеется необходимый месячный запас для начала работы. Также уже закуплено 90% необходимых лекарственных препаратов. Мадина Лайпанова, Роман Нагаев, Архиз 24. С весны этого года в республике заразились ковидом порядка 8 тысяч человек. Как спастись от этого вездесущего вируса? Сегодня этот вопрос волнует практически все общество. Многие в поисках ответа обращаются к интернету, а там советы не найдет только ленивый. Людям предлагают для профилактики глотать различные препараты и готовить целебные настойки, при этом не указывая, к чему может привести такое бесконтрольное употребление лекарств. А между прочим, это может быть очень опасно. Так чем же грозит само лечение от коронавируса и каким последствиям оно может привести, узнавала наш корреспондент Дарья Назарова. Наверняка сегодня у каждого второго жителя России в домашней аптечке имеется стратегический запас противовирусных препаратов. Так, на всякий случай. Однако не каждый знает, насколько опасно может быть для человека их применение. А между прочим, в нашей стране уже было официально зарегистрировано несколько печальных примеров. К примеру, 56-летний житель Белгорода, заболевший коронавирусом, проигнорировал врачей и в течение недели боролся с болезнью своими силами и средствами. В итоге такое само лечение привело к трагедии. Медики не смогли спасти пациента с запущенной формой болезни. Аналогичный случай произошел на Кубани. Там скончался 45-летний мужчина. В Дагестане тоже был зафиксирован летальный случай. Из-за развития двухсторонней пневмонии погибла 27-летняя женщина, лечившаяся без наблюдения врача. Уже научно доказано, мишенью для коронавируса становятся люди с хроническими заболеваниями. Неправильная дозировка и неправильное применение препаратов, необоснованное применение, они вызывают такие побочные реакции со стороны, например, сердечно-судистой системы. Это боли в сердце, это повышение или снижение артериального давления, может развиваться инфаркты, инсульты. Это все, да, со стороны бронхолегочной системы могут, например, развиваться как бронхиальная астма, потому что может быть аллергия на препарат, человек никогда не принимал и не знает. А в дальнейшем вот эта аллергическая реакция, а потом поехала и бронхиальная астма аллергенная. Об опасности самолечения не устают повторять медики. Они говорят, что если в начале пандемии схема противовирусной терапии была одна, то сейчас по мере изучения этого заболевания тактика лечения поменялась. В особенности это касается применения антибиотиков. Антибиотики имеют свою точку приложения в определенный момент, на определенной стадии заболевания. Это особенно важно для тех пациентов. В силу каких-то необъяснимых причин заболевание может утяжеляться и приводить к тому, что пациента необходимо госпитализировать в стационар. И вот на этом этапе, когда человек амбулаторно принимал различные антибиотики, сильные антибиотики и так далее, он может остаться без резервного препарата, резервного антибиотика, который ему будет очень необходим именно на этапе стационарного лечения. Поэтому просим наших пациентов воздержаться, самолечением не заниматься и по каждому препарату советоваться с нами. Лечиться дома могут только пациенты с легким течением болезни. Но для этого также прописан строгий алгоритм действий, который может назначить учетом индивидуальных особенностей только врач. Причем его необходимо вызвать сразу же при появлении первых симптомов. Он возьмет у пациента мазок и в случае положительного результата назначит вам амбулаторное лечение. Амбулаторно будут производиться какие-то методы исследования, это забор крови, кардиограмма. По графику будет пациент отвезен, доставлен на компьютерную томографию для проведения этого исследования, ну при таких более серьезных ситуациях, вот при наличии показаний. Поэтому все-таки еще раз призываю граждан не заниматься самолечением, не ждать, что само собой пройдет, полегчает, что это ерундовый вирус, на него не обращать внимания. Все-таки будьте более бдительны. Сегодня к советам медиков прислушиваются многие жители Карачао-Черкесии, которые, как показал опрос, доверяют не рецептам из интернета, а только назначению врача. Не дай бог, в случае, если вы заболеете коронавирусом, как собираетесь лечить? Ну, обратиться в медицинскую организацию. Только надеюсь на врача. Обращусь к врачу. Как будете лечиться, через интернет или через знакомых, советы знакомых? Обращусь к врачу, конечно, в первую очередь. Имеется ли у вас какой-то запас противовирусных препаратов? Ну, конечно, у всех это есть. А для чего? На всякий случай. На всякий случай есть всегда. Ну, не самые сильные, такие самые слабенькие, но чтобы начать хотя бы лечение. Лекарства я вообще не признаю. Пью травы. Кстати, немало в интернете рецептов с народными средствами, таких как съесть имбирь или чеснок, выпить отвары, трав или спиртовые настойки. Но они не лечат, а только укрепляют иммунитет. И то, если употребляют систематически, а не от случая к случаю. Нарина Зарва, Назир Капышев, Айвар Барануков, Архиз 24. Тепло в садах, школах и медучреждениях появилось по всей республике, в том числе и в Узжигутинском районе. В администрации сообщили, что к предстоящему осенне-зимнему сезону полностью готовы. Были проведены все необходимые профилактические ремонтные работы. Тепловые сети готовы. Что касается подачи тепла в многоквартирные дома, то оно тоже будет в ближайшее время в очередном порядке. Отопление появилось накануне во всех соцучреждениях в Черкесском. Соответствующее распоряжение о досрочном обеспечении социальных объектов республики отоплением было дано главой Карачао-Черкесии Рашидом Темрезовым. Задача – минимизировать риски развития простудных заболеваний в период пандемии. К плану мероприятий по подготовке к отопительному периоду были подготовлены все социально значимые объекты, котельные центральные, были выполнены все профилактические процедуры. Мы все уложились, все было готово. В Карачао-Черкесии продолжается реализация республиканской адресной программы обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда республики на 19-25 годы. По ней в прошлом году из ветхого жилья было переселено 16 человек в Узрегуте. В этом году в рамках программы расселили еще 8 семей, проживающих в многоквартирном доме поселка Аркен-Шахар. Подробности в нашем сюжете. Глядя на этот дом по адресу Мичурина 6, поселка Аркен-Шахар, сложно представить, что всего пару месяцев назад здесь проживали 8 семей. Здание, которое изначально и не планировалось как жилое, приносило немало бед его жильцам. Проводимый ремонт в квартирах очень быстро изнашивался из-за непригодных жилищных условий. Там мы не то что жили, мы выживали. Там подвал был затоплен уже, я не знаю сколько лет, это сырость постоянная, там ничего, и полы меняли. И сказать, что плохое состояние, это ничего не сказать, там без крыши, там ужас. Поэтому вот так мы и жили. Жильцов этого дома в буквальном смысле спасла программа переселения из ветхого жилья. Экспертная комиссия признала дом аварийным еще несколько лет назад и включила его в программу по переселению, реализация которой рассчитана на 2019-2025 год. Жильцы дома получили денежную компенсацию на приобретение другого жилья, а ветхое здание вскоре будет снесено. В этом году, как было и обещано, в первом квартале пошли ассигнования на компенсацию жилья. На сегодняшний день 100% компенсации поступило, все жильцы получили. Это уже период больше месяца, как они получили. Все с благодарностью обратились и к нам, и просили передать руководству республики, что они благодарны. Всего в рамках реализации проекта планируется расселить 172 человека из 7 многоквартирных домов по всей республике. Дома, включенные в программу, были признаны аварийными до 2017 года. У нас практически все дома разбиты на каждый год. Что было уже сделано? В 2019 году у нас в Сжигутинском районе был переселен один дом. Там было расселено 16 человек из этого дома. В этом году, мы вот недавно завершили, это поселок Иркин-Шахар, тоже дом, тоже 16 человек было переселено по этой программе. Дальше, в следующие годы мы тоже будем переселять людей. Согласно плану программы, переселение будет проходить в шесть этапов и завершится в 2024 году. И каждая переселенная семья получит денежную компенсацию на приобретение нового, более комфортного жилья. Каждый год в Карачао-Черкесии происходят десятки дорожно-транспортных происшествий по вине крупного рогатого скота, пасущегося у проезжей части. ДТП происходит из-за несоблюдения жителями республики требований законодательства. Нерадивых владельцев не пугает даже то, что при ДТП ответственность за материальный ущерб, нанесенный водителю, несет хозяин животного. Однако ответственность наступает в случае установления личности владельца животного. А найти их удается не всегда. Как борются с этой проблемой в Прикубанском районе, расскажут мои коллеги. Это дорожно-транспортное происшествие произошло в конце сентября. На 40-м километре автодороги Лермонтов-Черкеск прямо перед автомашиной «Газель» выскочила лошадь. Животное погибло, а водитель автомобиля чудом остался невредим. Между тем, личность владельца лошади до сих пор не удалось установить. Несмотря на то, что за бесконтрольный выгул скота владельцам грозит административная ответственность, количество ДТП с участием животных в республике продолжает расти. По сравнению с прошлым годом, количество ДТП с участием КРС увеличилось в полтора раза, как минимум, по статистике, которую мы ведем сами на данный период. Большая часть ДТП, как я уже сказал ранее, с участием крупнорогатого скота, то есть это лошади, коровы, бычки, грубо говоря, происходит у нас на федеральной автодороге Лермонтов-Черкеск. С января месяца 2020 года на территории нашего Прикубанского района, к сожалению, было совершено шесть дорожных транспортных происшествий уже с участием крупнорогатого скота. Данный участок федеральной трассы особенно загружены. Здесь проходит большой туристический поток, разрешено скоростное движение транспорта. Однако жителей близлежащих сел это почему-то не пугает. Они спокойно отправляют свой скот пастись у дороги, забывая, что корова из безобидного животного превращается в источник повышенной опасности для автомобилистов. Выпас без соответствующего контроля, то есть если корова, та же, грубо говоря, лошадь, находится вблизи дороги, либо на автодороге без соответствующего контроля. То есть нет пастуха, который должен данный контроль осуществлять. При несении службы нарядами сотрудники ДПС при выявлении данного факта регистрируют незамедлительно данное правонарушение, каким образом совершается звонок в дежурную часть отдела Медреса по Прикубанскому району. В случае ДТП сразу на месте собираются материалы для регистрации правонарушения. Это фотофиксация, где чётко видно, что животное находится на проезжей части или в непосредственной близости от неё. И заполнение протокола. За выгул скота без соответствующего контроля полагается административный штраф. К проблеме подключились и активные жители. До недавнего времени в Прикубанском районе они обходились профилактическими беседами с нарушителями. Но теперь здесь решили применить всю строгость закона к тем, кто продолжает выпускать свой скот вблизи проезжей части. Совместно с сотрудниками ГИБДД, посоветовавшись с ними, мы решили, надо как-то ужесточать, наказывать тех людей, которые без присмотра отпускают скотину. Теперь беспечным владельцам крупного рогатого скота будет сложнее избежать наказания. Сотрудниками ГИБДД района проводятся регулярные рейды с целью выявления владельцев бесконтрольно пасущихся животных. Раймешен Назиркапушев, Архиз, 24. Борьба с онкозаболеваниями – одно из приоритетных направлений НАСПроекта здравоохранения. Только в текущем году в Карачаево-Черкесии было выделено более 200 миллионов на эту сферу. Средства в большинстве своем ушли на приобретение медицинского оборудования для республиканского онкодиспансера. Совсем недавно в этом медучреждении появилось новое современное немецкое оборудование. Наши корреспонденты подробнее. Карачаево-Черкесский онкологический диспансер имени Бутова сегодня является одним из самых высокотехнологичных современных центров по борьбе с онкозаболеваниями на территории всего Северокавказского федерального округа. Ежегодно на его оснащение выделяются значительные средства из федерального бюджета. Так, в этом году диспансер получил новую 4К-стойку немецкой фирмы «Карл Шторц», которая позволит значительно улучшить качество оказываемой здесь медицинской помощи. На данной стойке мы выполняем большой объем урологических операций, гинекологических операций, используем ее в абдоминальной хирургии. Получили мы ее больше месяца назад, уже выполнено достаточно много операций. Сама стойка представляет собой полноценную систему визуализации с высокотехнологичной камерой, обеспечивающей высокое качество изображения. Данное оборудование помогает хирургу быстро и легко выполнять как повседневные задачи, так и крайне сложные клинические процедуры с малым допуском. На ней имеется мощная камера, большой экран, достаточно сильное освещение с автоматической настройкой и хороший инсуфлятор с функцией подогрева газа. Также она обладает возможностью подсоединения дополнительных оборудований, которые облегчают работу хирурга. С появлением данного аппарата все проводимые в онкодиспансерии лапароскопические и эндоскопические операции выйдут на более высокий уровень. Ну а совсем скоро в этом медучреждении появится абсолютно новый ангиограф и аппарат КТ. Мадина Лайпанова, Роман Нагаев, Архиз-24. В Кисловодске завершился ежегодный кубок Федерации независимых профсоюзов России по джип-спринту. В этом году соревнования были посвящены 30-летию организации и собрали порядка 50 участников со всего Северного Кавказа и Юга России. Как всегда на передовых позициях были джипер из Карачао-Черкесии. Эрнест Щуков с подробностями. По традиции кубок начинался с заезда в автомобили в категории «Стандарт». На старт вышли 17 экипажей, целью которых было проехать 5 кругов за максимально быстрое время. Организаторы подготовили сложную трассу, изобиловавшую водными преградами. Борьба шла упорно, а гонщики и их штурманы старались не допускать ошибок и порой на радость многочисленным зрителям развивали бешеную скорость. Об уровне борьбы говорит и тот факт, что судьям пришлось непросто при выявлении победителя. Дело в том, что экипаж Роберта Богатырева на «УАЗе» и Алана Хадаева на «Ниве» разделили лишь доли секунд. И все-таки победа осталась за экипажем из Карачаева-Черкесии. Финишировал Роберт Богатырев. Роберт, как машина провела себя? А ты? Я тоже. А штурман? Штурман вообще молодец. Как в целом гонка трасса? Все хорошо, отлично проехали. Думали, вода захлебнет, но ничего такого не получается, нормально. Далее на старт вышли тяжеловесы – автомобили в категориях «Экстрим» и «Спорт». Здесь по правилам победу одерживал экипаж, который за три часа пройдет максимально большое количество кругов по трассе. Наилучший результат показал экипаж братьев Индарбаевых из Чеченской республики, который на прототипе «Ахмат-01» смог проехать за отведенное время 17 кругов. И, наконец, завершали гоночный день автомобилей в категориях «Нивы открытой» и «Туризм». Гонщики стартовали согласно квалификации, поэтому машины ехали кучно и зрители увидели множество самых ярких обгонов. Самым сложным оказался большой водный спецучасток, но даже его автомобили проходили без использования лебедки. По итогам гонки победу одержал еще один экипаж из Чеченской республики в составе Асламбеков Марханджиева и Саслана Хахаева. По результатам гоночного дня победители и призеры получили кубки и медали, а также ценные подарки. Эрнест Чуков, Радомир Князев, Назир Капышев, Архиз, 24. Такими, на наш взгляд, были основные события дня. Напоминаем все новости республики, вы также можете узнать на нашем официальном сайте и аккаунтах в социальных сетях. Подпишитесь, чтобы всегда быть в курсе событий. Ну, я с вами прощаюсь, всего доброго и оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин